На месте в Нижней Палате Парламента претендуют 33 кандидаты от Витебской области, 130 – у областный совет. Про это подчас пресс-конференции поведомил старшиня областной выборчей комиссии Дмитрий Хома. Регистрацию прошли не все претенденты. Основные причины отмобы – неякосный сбор подписов и неправильно оформленные декларации. Решение комиссии можно обскардить, это поспели сделать некоторые претенденты. Сирот зарегистрированных кандидатов у депутаты парламента – большинство мужчины, а у мясового совета – женщины. Тенденция на омолоджение. Четыром кандидатам у депутаты Палаты представников я еще не исполнился 31 год. Высокую активность проявили политические партии, особенно самая молодая Белая Русь. Звучит 35% кандидатов – представники социальной сферы. На протяжении трех дней у зарегистрированных претендентов на депутатские мандаты есть макшимость познайомить выборщиков со своими программами. Кандидат в депутаты имеет достаточно широкие права для организации агитации сегодня. Это и листовки, которые он должен изготовить, общие плакаты с информацией, которые будут предоставлены. Это проведение пикетов каких-то мероприятий, встречи с избирателями. Предусматривается выступление и участие в теледебатах, выступление по телевидению. Мы должны размещать их предвыборные программы на сайтах районно-городских исполнительных комитетов, в евроспубликанских средствах массовой информации. В случае выявления нарушений, которых могут допускаться кандидатами, в части, например, выжигания национальной розни, региозной розни, какие-то вопросы, которые могут быть, например, кандидаты будут денежные средства выдавать, где-то агитировать то, что сегодня запрещено, безусловно, комиссии, властная комиссия будет вмешиваться, вплоть до того, что отменять регистрацию кандидатов в депутаты в случае выявления грубых нарушений избирательного законодательства. Протягивается регистрация назиральников. Я ее прошли больше за 500 же хара у Витебской области. У городской мясцовости активность традиционно высшая. Стать назиральником може кожное, однако выказать свое жадание необходимо до 20 лютого, до початку до терминового голосования. Это одна из новаций селетней электоральной кампании.